Почти вдвое больше зрителей смог вместить в камерный зал литературного музея, чем он рассчитан. Размещать пришлось как придется, а многие и вовсе смотрели стоя. Но в этом и прелесть у местного театра, в котором уместно все. То, что называется не формат для классической сцены, на этих подмостках воспринимается на ура. Группа молодых актеров-инноваторов составила основу театра, открытого для самого смелого творческого эксперимента. Мы так или иначе действуем, продвигаем современную драматургию. Не замечаем, не делаем виду, что ее будто бы не существует, потому что она существует. Мы живем в этом времени, мы должны его чувствовать, понимать. И время должно нас понимать. И театр должен искать какой-то общий язык со зрителем все-таки. Сегодняшний спектакль сами артисты в шутку называют мировой премьерой. Пьеса Екатерины Мавраматис «Молоко» еще не ставилась нигде и никогда. Ее читали на сценах Москвы и Петербурга, а сам текст попал в шорт-лист литературного конкурса «Первая читка». Жанр постановки так и назвали между читкой и спектаклем. Главная героиня выносит на своих плечах все безумства мира и спасает мир, где в школе недолюбленные дети, дома пингвины и в лесу неспокойно. Эксгибиционист-мамолог. Эксгибиционист-психолог. Актриса Анастасия Карпинская считает, что ее героиня самый нужный человек. Ведь именно благодаря таким женщинам мир сохраняет спокойствие. Мне симпатично тем, что она не агрессивна, то, что она умеет найти выход из любой ситуации, причем выход найти грамотно. И вот, в принципе, так она и существует по жизни, поэтому именно ей, наверное, дается такая возможность спасти этот мир. Именно женским способом. В этом сезоне это уже второй вечер современной драматургии, который проводит у местный театр. Творческий настрой таков, что впереди еще немало подобных вечеров и спектаклей, которые невозможно поставить на сцене классического театра. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.